Всем привет, с вами доктор Черкасов и сегодня я хочу рассказать вам о том, какую воду нужно пить, какую лучше не пить, как приготовить, сколько нужно, кому, зачем. Погнали! Зачем же нам нужно пить достаточное количество жидкости? Понятно, что человек, существо, которое фактически на 70% состоит из воды, но дело не только в этом. Сейчас мы живем в достаточно такое время, где у нас куча токсинов, да, то есть это постоянно какие-то выхлопные газы, это косметика уходовая, моющие средства, некачественные продукты, там огромное количество пестицидов. Все это может оседать в наших телах, если мы не будем помогать это выводить. И здесь, конечно же, на помощь всегда приходит вода. Вода является, наверное, одним из самых ключевых веществ, которые помогают детоксикации телу, да, то есть она помогает все это дело выводить. Ну, например, вспомните вашу попойку, да, какую-то такую хорошую на свадьбе, когда уровень интоксикации был большим и на утро вы просыпаетесь просто сильным сушняком. Почему так происходит? Дело в том, что печень забирает воду из всех соседних органов, да, если вы достаточно не дали ей воды во время вашего застолья, и вы просыпаетесь диким сушняком, да, то есть ей для нейтрализации токсинов понадобилась вода. Думаю, это понятно. А в нашем мире, опять как же я упомянул, очень много токсинов, очень много токсинов, и здесь нам нужно помогать, помогать разгружать наше тело. Кроме того, мы должны пить хорошую, качественную воду. Вода из магазинов, из пластиковых бутылок, она не будет вас увлажнять, там содержится много достаточно токсичных веществ, включая бисфенола, который просто разрушает вашу эндокринную систему, приводит к раку и много чего. Поэтому такую воду вам нужно будет готовить самому. Вот на примере, как у меня, есть вот лимонная водичка. Цитрусовый очень хорошо оживляет воду, будем это так называть, да, настоящая живая вода. И смысл здесь очень простой. Как только вы выжимаете лимон в воду, молекулы этого вещества попадают в воду, потом будет проще им зацепиться за молекулы ваших клеток, когда вы будете ее пить. И такая вода будет увлажнять вас на клеточном уровне. Если ты уже долго мучаешься с какими-то заболеваниями, или у тебя апатия, или у тебя нет энергии, плохое настроение, тогда я приглашаю тебя на свою детокс-программу, которая пройдет 22 июня. На этой программе не нужно будет голодать, пить масло, мы будем очень много и очень вкусно есть. Продукты доступны в любом супермаркете, есть варианты замены. У нас будет канал с доступной, понятной информацией, будет чат с поддержкой, где такие же, как и ты, люди, будут проходить все вместе. Будет куратор, который будет постоянно на связи. По окончанию программы ты не только похудеешь, энергии будет просто через край. У тебя качественно улучшится свое самочувствие, состояние здоровья. Реальные отзывы участников ты можешь посмотреть на сайте. Старт 22 июня, ссылка на сайт с программой в описании. Также вы можете настаивать воду на травах, ну, например, тимьян, шалфей, розмарин. Такая вода тоже будет считаться у нас живой, потому что произойдет все те же самые эффекты, которые я описал ранее. Можно настаивать ее, опять же, на ягодах, взбивать в блендере, процеживать и наслаждаться хорошей, качественной питьевой водой, которая будет и увлажнять вас, и будет способствовать выводу токсинов. И, соответственно, вы не будете болеть. Потому что основная причина у нас, наших болезней, это все-таки скопление различных токсинов, тяжелых металлов, пестицидов, гербицидов, вирусов и бактерий внутри нашего тела. И также, если мы будем разбирать конкретно каждую болезнь, ну, например, это могут быть такие симптомы, как головная боль, головокружение, мигрени, даже кластерные головные боли, значительно уменьшаются или полностью уходят, если вы просто вводите достаточное количество воды. Если у вас запоры или метеоризм, вам по-любому нужно увеличивать количество воды, и организм вам об этом говорит. Опять же, если мы рассматриваем по строению нашу лимфу, это на 90% фактически вода, без должного количества воды у вас будут постоянные отеки, вот эти отекшие глаза с утра, лица вот такие просто, упомноженные на два. Поэтому обязательно количество воды должно быть достаточным. Второй момент, из-за того, что у нас очень много жиров в рационе, нашему сердцу достаточно сложно качать эту вот густую кровь, и у нас неимоверная нагрузка идет на сердечную мышцу, что, соответственно, истощает ее ресурс значительно раньше времени. Поэтому для того, чтобы кровь была хорошей, текучей, нужно, опять же, что пить достаточное количество воды. Хруст в суставах, да, боли в суставах, когда не хватает смазочного материала, опять же, вот эта синавиальная жидкость, она на 95% или даже больше состоит из воды. Это ваша желчь, это ваша соляная кислота, да, то есть, если есть какие-то проблемы, опять же, все эти субстанции, так или иначе, состоят из воды, и вода используется в их синтезе. Что может говорить о хроническом обезвоживании? Также это сухая кожа, это сухие ломкие волосы, а также при походе в туалет, если каждый раз вы обнаруживаете, что ваша моча достаточно такая прям темно-темно-желтая, это говорит о том, что вы обезвожены, да. Это нормально, когда с утра она такого цвета, но если она у вас такая на протяжении дня, это говорит о том, что вы хронически обезвожены. Поэтому до этого лучше не доводить. Итак, главный вопрос, а сколько же пить этой воды? И современному человеку в наших реалиях нужно достаточно большое количество воды, и это 1 литр на 15 килограмм массы тела. И, наверное, многих из вас эта информация повергает в шок, как так, так много, я столько не выпью. Но, во-первых, вам не нужно сразу же начинать с места в карьер, и сегодня, если я вообще не пью воду, завтра я рассчитал по этой формуле и начал пить там 4-5 литров воды. Так делать не нужно, потому что к этому не готовы ни ваши почки, и вы будете отекать постоянно, и почки будут страдать. И второй момент, вы начнете терять электролиты и начнутся судороги. Этого допускать нельзя. Поэтому к этому количеству нужно прийти очень-очень постепенно. Оптимальным сроком для ввода такого количества жидкости является 2-3, иногда и 4 месяца. Не спешим и не форсируем. Пьем мы исключительно только живую воду. Если вы живете где-нибудь в горах Кавказа, где есть источники, круто, вам даже не нужно заморачиваться с тем, чтобы добавлять туда какие-то жидкости дополнительные. Я имею в виду сок лимона, сок апельсина, настаивать на травах, настаивать на ягодах. У вас уже хорошая природная вода, которая и так будет помогать вам очищать тело, будет питать ваши клетки и будет поддерживать ваше здоровье на оптимальном уровне. Но поскольку большинство из нас это все-таки жители городов, нам обязательно нужно использовать эти приемы, чтобы получать качественную воду. Также воду мы можем получать из наших продуктов. Это фрукты, овощи, это зелень, это микрозелень. Но обязательно очень хорошо их мойте, потому что непонятно, чем вы до этого обрабатывали. И поменьше ешьте вещей, которые вас обезваживают. Как я уже говорил ранее, это все кофейные напитки, это сладости, это очень высокожировые продукты. Под словом жировые я имею в виду, это большое обилие масел, слишком жирное мясо. С этим нужно быть крайне-крайне аккуратным и стараться минимизировать. Если уж его много, то и воды должно быть очень много, чтобы помогать нашему сердцу. А о том, как приготовить воду, какие фильтры использовать, я расскажу вам в следующем выпуске. Подписывайтесь на мой канал. Всем здоровья!